Праздник Пурим Праздник Пурим Праздник Пурим Праздник Пурим Каждому человеку и страдавшемуся всему человечеству. А здесь целая книга Библии. Одна из книг Библии. Да, в эти дни размышляем о книге Исфирь. Приближается праздник. С каждым днем все ближе. Этот праздник светлый, святой праздник. В этом году, 20 марта вечером, начинаем празднование. Начинаем торжество. 21 и 22 марта в этом году соответствуют 14 и 15 числам месяца Адар. Второго месяца Адара. Да, 5779 года от сотворения мира. Ну, а от исхода завершается этим месяцем, завершается 3330 год от нашего выхода из рабства египетского. Слава Богу. Так что, друзья, приветствую всех вас и благоставляю. Да, сегодня 12 марта. Приближается праздник. И, кстати, накануне праздника, накануне Пурима, по древней традиции нашей такой, древней еврейской традиции, мы совершаем вот воспоминания поста Исфири, и Мордыхая, и всего народа еврейского. Покаяние, смирение с постом, которое происходило в те дни, там, во времена царствования Хаш-Вероша, Артаксерса царя. Да, в этом году это «Воспоминания поста» будет 20-го числа, 20-го марта, с 19-го марта вечером. 19-го марта вечером я планирую в эфире как раз говорить об этом. Вот, и весь день, вот 20-го числа марта, будет посвящено как раз этому воспоминанию. Многие из верующих постятся в эти дни, в этот день, в этот день мы называем даже пост Исфири. Вот, с благодарностью Богу, воспоминая царицу Исфирь, воспоминая Мардыхая, Мардыхея, да, и покаяние, смирение, сокрушение народа Божьего. Да, и вот, друзья, сегодня для этого эфира я обозначил такое место из Писания, из книги «Притч», не из Исфири, а книги «Притч». 26-27. Здесь написано, кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится. Знаете, вот, из «Притч» многому мудрому мы учимся на самом деле. Это удивительное чтение, и вот, ну вот, это выражение даже оно в поговорках. В уже народных поговорках, не только в еврейском народе, благодаря тому, что Библия распространилась по всем народам, сегодня во многих народах это выражение есть. Не рой яму другому, сам в нее попадешь. Вот, и сегодня я молился за гонимых верующих, и в частности вот за верующих организаций «Свидетели Иеговы» в России. И преследуется сегодня очень жестоко аресты, суды, пытки, допросы, вот, и издевательства такие изощренные. Я, конечно, перечитывал вот эти свидетельства, и, знаете ли, просто я в молитве пред Богом за этих братьев, за укрепление их в вере, пусть Бог поможет пройти эти испытания суровые им доблестно. А они таки проходят доблестно, эти испытания. Но к чему я вспоминаю сегодня в этом эфире тоже, вот эту молитву за гонимых верующих. Дело в том, что Иисус говорил, что вас будут даже изгонять, там, да понятно, и даже убивать будут, и будут думать, что тем самым служат Богу. Но Иисус сказал, что так будут делать, почему? Потому что не познали, говорит, ни меня, говорит, ни Отца Моего. То есть там, где вот во имя веры, во имя религии, да, там, зависть, там, изгнание, там, значит, все, издевательство и убийство во имя веры, то, значит, то на самом деле там нет Бога познания, там нет познания Иисуса, нет познания Бога. Вот, и хочу такой пример привести сегодняшним вечером. Я его в семинарах по истории христианства, так привожу, вот более подробно, конечно, в семинарах я об этом рассказываю. Здесь вот, в этом эфире я так коротко, коротенько о нем расскажу. Но пример очень для меня такой, очень важный. Как для православного священнослужителя, как для реформатора, очень и очень важный. Кстати, в это воскресенье уже, получается, да, 17 марта будет, да, уже в это воскресенье. Я утром проповедую в собрании, даст Бог, утром попаду к нам в церковь тоже на служение, на молитву в 9 утра. И сразу еду на Рыбальский остров, там будет собрание, богослужение, церкви, Иисус Христос, путь истинной жизни. Вот, буду там у них проповедовать. А вечером, в воскресенье вечером, здесь вот неподалеку от метро Черниговская и метро Дарница, между Дарницей и Черниговской, короче, улица Попудренко, 34А. Это церковь, собор Христа. Да, там буду проводить семинар, поэтому приглашаю вас, приходите в 19.30, начало, вечерний будет семинар. Поэтому добро пожаловать. И на протяжении двух часов буду говорить как раз именно об истории христианства, уроки из истории церкви. Так что, да, надеюсь, что и получится и тоже эфир, делать прямой эфир прямо из Собора Христа. Слава Богу. Так что, друзья, дамы и господа, благословение вам, всем, да. А вот история такая, история весьма такая поучительная. Дело в том, что в православии, вот, я даже не знаю, с чего начинать-то. Вот сегодня я смотрел фотографии вот тех следователей, тех вот офицеров, что стали палачами для верующих в современной России. Конечно, это ужасно. И, знаете ли, смотрел на фотографии, вижу, да, молодые люди. Одному нет еще 30, другому чуть за 30. Вот, и эти люди, вот, допускают такие издевательства над верующими, которые, знаете ли, казалось, ушли в прошлое уже. Эти издевательства сравнимы только лишь с теми, что были в советское время КГБ устраивало, или в нацистской Германии Гестапо устраивало. Такие пытки, издевательства. Вот, когда человек уже, в принципе, доводится до смерти. Вот, и страшно, что происходит это сегодня в современной России. Не в сталинских застенках ГУЛАГа, не в немецко-фашистских застенках Гестапо, а в современной России. В Следственном комитете, при допросах, такие же пытки абсолютно. Это, конечно, ужасно. И, знаете, друзья, вот смотрел на фотографии тех вот людей, отзывы о них хорошие. Они имеют семьи, жен, там, они на хорошем счету получают грамоты, повышение от начальства своего. Но, знаете, традиция инквизиции, она очень древняя. Эта проблема, она не сейчас родилась. Эта проблема очень и очень древняя. Вот, насилие. Дело в том, что верующих, вот, на днях вот этих пытали в России не за что-то, не за какие-то правонарушения их. Вот, а за их веру, за их веру, их религию, за то, что они читают Библию, Божье Слово, и понимают его так, как они понимают, будем так говорить. Их понимание идет в разрез с общепринятым, вот, в православной культуре пониманием. Вот, и, знаете, когда говорят об инквизиции, то обычно всегда вспоминают западную церковь, риммогатолическую. И, ну, это и понятно, потому что о западной инквизиции больше написано, больше говорится. Вот, почему? Потому что там была реформация, началась реформация именно на западе. Вот, и в 16-м столетии, когда началась реформация, то очень много информации об инквизиции было опубликовано свидетелями. И, в общем-то, эта информация, она, конечно, сыграла и играет большую роль в деле, вот, именно, действительно, освобождения от мракобесия религиозного, суеверий всевозможных, вот, и от этого духа самого инквизиции. Вот, скажу к чести западной церкви католической, вот сегодня, как раз, именно 12-е сегодня марта, ровно 19 лет тому назад, да, в 2000-м году, 19-го марта, тогдашний понтифик римский, римский папа Иван Павел II был тогда папой, он принес покаяние в антисемитизме, в преследовании женщин, в преследовании цыган, в преследовании, ну, евреев и еретиков, и в инквизиции, покаяние в инквизиции. Вот, это, конечно, очень было смелое заявление и очень правильное, потому что покаяние, это не признак слабости церкви, наоборот, это признак взрослости церкви, это признак, как раз, именно, скажу так, зрелости церкви. Как вот, и в лекциях я сравниваю это обычно, вот, с человеком, просто с человеком. Когда мы говорим, человек взрослый, есть разные ответы, разные понимания, в каком возрасте это происходит, но, важнейшая характеристика взрослого человека, это готовность признавать свои ошибки, роман пишет, шалом народ Божий, вот, и готовность признавать свои ошибки и работать над этими ошибками. Вот, вот, это очень важный признак взрослого человека, вот, именно, действительно, признавать свои ошибки и над ними работать, над их исправлением. Знаете, даже если человек уже по годам взрослый, да, допустим, ему, там, может, там, 30, 40, 50 лет, допустим, там, больше, но если он не готов признавать своих ошибок и, соответственно, не готов над ними работать, то мы говорим, что это еще человек не взрослый, что он еще, на самом деле, хотя уже, вроде, физиологически уже взрослый, но душевно, духовно, еще он далеко не взрослый. Вот, и наоборот, если мы видим совсем еще юного человека, да, юношу, но, который признает свои ошибки и готов над ними работать, мы говорим, это взрослый человек. И вот, есть в таком древе, многоветвистом древе христианства разные ветви, конечно, много ветвей, сегодня очень много разных течений, направлений, организаций, юрисдикций, конфессий, динаминаций, очень много миссий, всяких служений, неконфессиональные ветви, различные тоже по своей направленности. Вот, миссианские ветви, как вот знак такого возрождения, такого вот, сегодняшнего дня, духовного пробуждения народов, слава Богу, и народа Израиля. Вот, но, на таком многоветвистом древе христианства, большинство ветвей, так или иначе, ну, скажу так, даже древних ветвей, еще духовном таком младенчестве, в состоянии таком надломленном, засыхающем, увядающем или увядшем даже. Вот, и Римма-католическая церковь, слава Богу, она начала оживать, я говорю, если за традиционной церкви, то вот именно, слава Богу, что Римма-католическая церковь начала оживать, в частности, вот, покаяние, вот, вышеназванное, да, вот, покаяние в антисемитизме Ивана Павла II, 12 марта, которое было совершено 2000 года. Я помню тот день, я помню те публикации, я помню как раз те выступления. Кстати, когда Иван Павел II приезжал сюда, в Украину, то я тоже был один из встречающих, вот, и был, ну, недалеко от Папы, буквально вот, вблизи, вот, и тоже получал благоставения, как и гости. Там были, в основном, католические священнослужители, но пригласили, также пустили, также и православных священнослужителей, вот, разных. В основном, киевского патриархата, были разные, тоже православные, автокефальные церкви, представители, вот, и, вот, ваш покорный слуга тоже попал в такое собрание среди священнослужителей православных. И, да, это было давно уже, казалось бы, но это было как будто бы недавно. Вот, и одно из таких для меня было свидетельств, вот, когда Иван Павел II прилетал сюда, в Киев. То, это свидетельство именно смирения. Человек, представляющий собой, да, ну, он лидер, самый крупный в христианстве такой ветви, да, течения древнего. Вот, и шутка ли там, доминанта такая, знаете ли, в христианстве. Вот, по сравнению с католической церковью, вот, брать все вместе собранные православные церкви, древние православные, новообрядческие, старообрядческие православные церкви разные, то это довольно очень скромное сообщество. Вот, протестантские церкви, конечно, они очень большие. Их не сравнено больше протестантов, чем нас православных в мире, если брать в целом. Вот, но все равно даже и протестанты по количеству, по, значит, по значимости не могут сравниться с риммокатолической церковью. То есть, на сегодняшний день это самое крупнейшее вообще в христианстве течение, это как бы, если брать, сравнить все веточки, то это ветвище такое уже древнее и огромное такое. Так вот, и да, у них были проблемы и, да и сейчас полно проблем. Да, а где их нету, знаете ли. Но, слава Богу, что вот Иван Павел II, ну, как и многие там до него, и сейчас нынешние папы тоже заявляют очень так, вот очень важно об этом говорят. Вот, Иван XXIII, допустим, можно вспомнить вот его молитву о покаянии в антисемитизме, это вообще потрясающая вещь. И эту молитву тоже и в наши сборники включил, тоже молитвенные, слава Богу, очень важные слова он произнес. Так вот, а 12 марта, ровно 19 лет тому назад, в 2000 году, Иван Павел II, да, заявил о необходимости покаяния и каялся в антисемитизме и вообще в инквизиции как таковой, в инквизиции. Сам дух инквизиции, жестокий дух, дух лжи, дух человека-убийцы от начала, дух дьявола. Вот, и хотя, да, он как бы считался, она, инквизиция считалась там и священной и все прочее, но на самом деле это было совершенно бесовским таким действием, деянием. Вот, но мало кто знает, что инквизиция, хотя она там рождалась, значит, ну, вернее, как бы распространялась больше на Западе, как считается, но зарождалась она у нас в православии и распространялась у нас. Ну, ладно, не буду много говорить, потому что времени не так много у нас сегодня. Вот, я планирую где-то на протяжении 45 где-то минут говорить. Вот, эту часть, пятую часть. Так вот, и друзья, на самом деле инквизиция зарождалась даже не на Западе, а на Востоке. И более такие изощренные формы принимала именно у нас в православии, не в католицизме. Поэтому я считаю, что то, что 12 марта произошло 2000 года, это, конечно, благоставение огромное для католического мира, но для нас, православных, вот это 12 марта еще не наступило. То есть, потому что Папа Римский говорил от лица своей католической церкви, да, но от лица православной церкви такого заявления еще не было сделано. Даже, вот, собиравшийся, вот, не так давно собор, Вселенский, казалось бы, Всеправославный собор, но, к сожалению, вот, именно этот пункт опустили. И вообще, о таких серьезных проблемах, как бы, не принято говорить в православии, и вот, и даже на этом Всеправославном Вселенском соборе, таком, который больше тысячи лет мы ждали, вот, Вот, но так и не было говорено о серьезных проблемах, а только, конечно, о второстепенных и третьестепенных таких. Вот, это очень такой дурной знак, честно говоря, очень такое плохое, будем так сказать, состояние показывает духовное, очень крайне низкую духовность, хотя обычно мы православно всегда хвалимся высокой духовностью своей, но настоящая духовность, она не в этом, настоящая духовность, она не в мистике, знаете ли, она в общении с Духом Святым, Духом Божьим. Вот, и, друзья, пример следующий, хочу привести таки, все-таки подойду к нему, к этому примеру. Вот, и по поводу Пурима, Пурим, как именно действительно то, что Бог совершает, совершает, притом постоянно, очень часто. В истории мы видим такие большие и малые Пуримы. Катан Пурим, по традиции, старой такой еврейской традиции, мы это называем Катан Пурим. То есть, Пурим это Пурим, это праздник, вот, в полнолуние месяца Адара, да, или вот второго Адара, как ныне, как вот было при Исфире. Мы празднуем Пурим, собственно. Но, допустим, вот, год там Високос, например, да, вот, и Адара 2 месяца, и вот первого Адара, значит, полнолуния, мы называли тоже, так называли, Катан Пурим. Но вообще Катан Пурим, это как малый Пурим, это Пурим местечковый, местный. Допустим, бердычевские евреи могли иметь свой Катан Пурим, допустим, к примеру, да. Вот, и в семьях, в судьбах верующих тоже происходит свой Катан Пурим. Шалом, шалом, шалом. Вот, и пример такой хочу привести. В конце 19-го столетия, ну, казалось бы, далеко уже я ушел в историю, но ничего. В конце 19-го века, значит, при царствовании еще государя императора, Александра Третьего, который был очень таким страстным антисемитом, жутким антисемитом, к сожалению, и антиевангелистом. Он двух врагов видел в России, внутренних врагов, как сейчас говорят, принято говорить, пятой колонны, допустим. Вот, вот такой пятой колонны он видел, во-первых, евреев, во-вторых, евангельских всех верующих, неправославных христиан, евангельского такого исповедания, российских поданных, он считал их тоже врагами, вот, и два врага он обозначил для себя, вот, и боролся с этими врагами внутренними. И, конечно, законопринимались самые ужасные, репрессии обрушились на головы как евреев, так и евангельских верующих, ну, знаменитые черта оседлости, и погромное настроение, они как раз вот именно при Александре Третьем, извиняюсь, при Александре Третьем, они вот как раз стали очень весьма популярными. Вот, но, когда император приблизил к себе некоторых людей, священнослужителей православных, вот, и уже был готов проект, по сути уже был готов проект именно массовых репрессий, не просто отдельных, там, запугиваний, да, арестов, ссылок, там, черты оседлости, а самый радикальный был проект, продуман уже. Вот, репрессий, сотен тысяч подданных российских, евангельских верующих, и многие сотен тысяч, даже миллионов уже, евреев, если вместе, евреев и евангельских верующих, да. Вот, это были, как бы, очень такие тяжелые дни. Но, Александр Третий не смог это сделать, не потому, что он передумал, нет, он такой человек, он бы не передумал, но смерть остановила императора. Вот, и, в общем-то, даже поэтому поговаривали, что, мол, вот, его либо отравили, либо что, но, как ни исследовали, никакой отравы не нашли, так, значит, и признали, что, действительно, это вот, ну, такой скоропостижной смертью. Вот, и это, действительно, было божественное вмешательство в истории, как, допустим, уже в 20 веке такой же вот тиран, только еще худшего уровня, большего масштаба, Иосиф Сталин, он также после Второй мировой войны задумал, по сути, довершить то, что Гитлер не довершил, значит, именно Холокост совершить. И, в общем-то, он бы совершил это в 1953 году, вот, все уже к этому шло уже, дело врачей и прочее. И, в общем-то, уже были готовы, как говорится, и эшелоны, и опыт в депортациях, там, и в массовых убийствах, в геноциде уже НКВД имело, большой опыт уже, целые народы объявлялись врагами, вражескими и подвергались репрессиям. Это ужасно, конечно. Вот, и, ну, пришла очередь и еврейского народа пострадать. И в этот момент, когда уже все, казалось бы, судьба уже, ну, на волоске висит еврейского народа, и будет так же, как с татарским народом, допустим, в Крыму, как с чеченским, ингушским народом, с балкарами, как с другими народами многими, подвергшимся репрессии. Вот, обычно статистика самая ужасная. Вот, когда людей просто загоняли в эшелоны, стариков, которые не могли сами передвигаться, или инвалидов, их обычно, как было в Чечне, как было, значит, в Ингушетии, как было в Крыму, у татар, просто запирали в этих амбарах, там, домах и просто живьем сжигали. Вот, более гуманные НКВДисты, они расстреливали, а обычно просто сжигали живьем. Вот, и, значит, и потом загоняли в эшелоны, как в скот, в обычные товарники. Вот, и гнали без всяких там остановок, там, не давали ни пить, ни есть, и поэтому в каждом вагоне было полно трупов. И при депортациях от одной четверти до трети всех депортируемых умирали, погибали. От пули, от сожжения, от растерзания собаками, людоедами, значит, НКВД это практиковало. Вот, и просто от голода и холода и болезней. Вот, от, да, от одной четверти до трети всего народа погибало. И НКВД имело уже опыт этих депортаций, страшный опыт уже, да. И с еврейским народом было решено обратиться еще более сурово. В общем-то, по сути, это были бы миллионы жизней, просто-напросто перемолоты в этой бойне. И смерть остановила тирана. Так же, как и Александра Третьего, внезапно скоропостижная смерть. Вот, и Иосиф Сталина просто схватил удар. И, конечно, была милость Божья к нему. К его душе бессмертной, по крайней мере. Он был, ну, как бы в сознании, но не мог ни говорить, ничего действовать. Поэтому я считаю для него, как для бывшего семинариста, как для человека, выросшего все-таки в православной церковной культуре грузинской, да, для него это была милость Божья, считаю. Что он имел возможность именно покаяться в этот момент. Его душа бессмертная имела возможность обратиться к Богу со словами покаяния. И я надеюсь, искренне надеюсь, что он это сделал тогда. Вот. Но, конечно, все мы узнаем только лишь уже на небесах вечности. Ладно. Друзья. С другими примерами я повременю, вот, до следующего эфира. А вообще скажу так, что, действительно, Писание говорит нам, что касающееся нас, касается зеницы Ока Божьего. Еврейский народ это знает не понаслышке, да, и книга как раз Эсфири об этом очень хорошо говорит. Вот. И, но это происходит, как мы видим тоже в книге Эсфири, не просто автоматически. Это происходит как такой богочеловеческий процесс и человеко-божеский процесс. Мы не знаем, как бы все произошло, если бы, и что было бы, если бы докобы, как говорится, да, если бы, допустим, царица Эсфирь, она не пошла бы на вот свой подвиг. Хотя, Мордыхай и говорил, что, если ты промолчишь, спасение для Израиля, оно придет. А для евреев придет спасение, но с другой стороны, говорит, а ты, говорит, и дома отца твоего погибнете. Поэтому для Эсфири это была честь, собственно, оказанная ей Всевышним. Вот, то есть, я так понимаю, тоже, как и Мордыхай, я солидарен с его верой, что у Бога были еще какие-то дополнительные еще планы, что ли, дополнительные еще какие-то люди. Я не знаю, он мог, он же всемогущий Бог. Вот, он мог просто-напросто, в конце концов, самого Ахаш Вероша просто взять в плен. Вот, во сне ему просто прийти и, знаете ли, или как там, не знаю, там, Навуходоносора Бог смирил, допустим. У Бога огромный опыт смирять ходящих в гордо. Да, за всю историю человечества, за эти 5779 лет с половиной, конечно, много воды утекло, но, в принципе, вот, человек есть человек всегда. Слава Богу за все, дамы и господа, братья и сестры. Я сегодняшним вечером хочу помолиться и Бога поблагодарить за все. За его божественный Пурим, за его вмешательство в историю. И в наших судьбах его Пурим свершается. И вообще в истории многожды. И вот поэтому книга Исфирь, я считаю, она очень-очень важная в понимании вот этого процесса, Бога человеческого и человека божеского процесса Пурима, божественного Пурима. Пусть Господь благоставит вас, я дорогие друзья. Благоставляю во имя Господне. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Слава Богу. Благоставляю всех вас, дорогие друзья, братья и сестры. Утром подключайтесь к прямому эфиру с утренней молитвы в 6 утра по киевскому времени. Жду вас всех. Совершим хлебопреломление, причастие, евхаристию. Сейчас я тоже буду совершать причастие, но уже выключив этот эфир. Один на один с Господом. Вот к этому и вас тоже призываю, знаете ли, особенно если вы вот, ну, сейчас хотите размышлять один на один с Богом или же в кругу семьи своей, среди своих товарищей, друзей, размышлять вместе хотите о крови Христа, о жертве Христа, о победе нашего Спасителя Господа Иисуса. Потому что через Иисуса Христа, этот божественный Пурим, он совершается в нас и через нас. Слава Господу. Аминь. 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 Благоставляю всех вас. Из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Рублев, реформаторская православная церковь, Христа Спасителя. Мир всем вам и благодать доумножится. Аллилуйя.